Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, студии працуем на Александрах Амоля, глядите у гэтым выпуску. Президент Беларуси Александр Лукашенко сёння здесь с ним рабочую поездку в Гомельскую в область. Сёння – Международный день вызволения вязни у фашистских концлагеров. Сёння областным драматичным татры отбудется финал конкурсу «Мистер Гомель-2016». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко сёння здесь с ним рабочую поездку в Гомельскую в область. Кировник державы ознайомился с ходом весновых полевых работ в регионе социально-экономичным развитием в области Рэшиского района. Александр Лукашенко так само наведал предприемство «Рэшисадрэв». Тут президенту доложил об выполнении его доручения у пары конструкции и модернизации базовых древопрацовочих предприемств и перспективах развития компании. Рашение об модернизации девяти базовых древопрацовочих предприемств было принято президентом Беларуси у Кастрышнику с 2007 года. Зараз работы знаходятся на завершальной стадии. На думку керавника державы, принятые меры дозволили заховать у Беларуси древопрацовочую галину, бо в вынику отсутствия модернизации ни одно предприемство не сдолило бы застаться на внешних рынках. Починаючи с 2007 года на реализацию ответного указа выдатковано больше, как 1 млрд евро. Непосредственно на речице древе объем инвестиций перевысил 170 млн евро. При этом упорно предприемства сделаны на вытворчность экспортно-ориентованной продукции. А про то, президент Украины огучили такие ляжбы. Если в 2015 году рентабельность продажи продукции тут складала минус 15%, то селета повинна досягнуть плюс четырех. Середняя зарплата до конца этого года складе больше, как одну тысячу рублев. В ближайшее время мы примем революционное решение по предпринимательству, по бизнесу. Мы вообще раскрепостим и этот бизнес, который в речице древ, и маленький бизнес, индивидуальных предприятий и прочее. Ты пришел, заявление оставил, что ты хочешь заниматься этим делом налоговой инспекцией, зарегистрировался и пошел работать. Поэтому за районные центры не волнуйтесь. Мы контролируем ситуацию в районных центрах и там, где напряжение, мы будем принимать соответствующее решение. Но людям надо самим шевелиться. Больше подробязный материал глядите у нашим наступным выпуску. Протягиваем выпуск. Сегодня международный день вызволения вязня у фашистских концлагеров. С этой нагоды на площадь повстания у Гомеля отбылся митинг памяти. Миновата на этом месте у годы Великой Чыной войны находился лагерь военно-полонных. У им от голоду, холода, хвороб и физичных покут загинули больше, как 100 тысяч человек. Для мемориальной дожки собрались представники городской улады, громадских организаций и объединений. А так само молодь. Пришли сюда и те, кто смог вызволиться с лагерной неволи. Под час жалобного мероприемства у дельники митинга ушановали память загинувших вильные маучания. Усклали к ветке до мемориальной дожки. Фашистский геноцид покинул на Гомельшине тяжкий след. Немало наших своих чинников тратили житё за колючим дротом. Те, кому посчастило выжить, приклад человечей стойкости и мужности. Сучастное поколение с великой повагой ставится до тых далёких поди. А сами былые вязни сподяются, что больше николе и никому не довядеться от шуть жахи войны. Каждый раз, когда мы встречаемся в школах с ребятами, бывают иногда такие вопросы, что по неволе, и не только вопросы, а сам характер общения вышибает слезу у детей. А ты, глядя на них, тоже сырым становишься. Это вот какая-то обоюдная реакция. Это вот не мое общение. Ну, говорит о том, что мы это не забыли. И они это не забудут, то, что они общаются с нами. Сегодня в управлении по праце занятостей социальной обороны Гомельска Гарвы Конкама прошёл День предприемства. Подчас его можно было доведаться об махчимости працеводкования на предприемстве «Белпродукт». Януапошний часа значно повеличила поставки в Россию. Каб задоволить новые заказы, спотребилася поширить штат. Набор людей идёт с 1 лютого. На сегодня вакантными застаются ясчё 15 мест. У День предприемства представники кадровой службы расповяли про умовы працы на посаде оператора у линии вытворчасти харчовой продукции. На работу принимаются жаншины. В опыт работы не потребуется. Месячная заработная плата от 500 рублей. За этот период необходимо отпрацовать 14 змин. Процедавцы забеспечивают соцпакет и подвоз. А кроме того, на предприемстве чекают жадающих працевать на договорной основе в вольный час. У нас, допустим, на сегодняшний день людей не хватает, поэтому в свободное время приходят на подработку. Переработка оплачивается почти в два раза выше. Поэтому люди идут, в свободное время приходят и работают. Кто хочет заработать, я вам скажу, что тот будет стараться работать. А кто ищет причину, тот, естественно, её ищет. Для предметной гутерки с процедавцем треба звернуться на предприемство по улице Добружской, 12 с 10 до 16 годин с пашпортом и працевной книжкой. Дарэч, наступный день предприемства отбудется в управлении у гэтую пятницу, 14-го красавика. По адресе в улице Пролетарская, 18, у 10 годин. Пропановы на месте кондукторов представить Гомеля Блаута Транс. Сегодня на телеканале Беларуси Атыры ведущие гости программы «Добрый вечер, Гомель» рыхтуются до самой смачной недели года. Як сустракать Христова у Воскресенье? Як робить крашанки и упрыгоживать куличы? Якими подчастунками у Великдень будут зделять покупников кондитеры и пекары региона? У промым эфиры роспис великодных яек, декорирование куличов, корыстные парады кондитеров. Телефонуйте у студию по номеру телефона 37-519. Покидайте свое поведомление у Вайбер 29-2-37-519. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 20.40 на телеканале Беларуси 4. Финал конкурсу «Мистер Гомель-2017» пройдет сегодня у Гомельским областным драматичным театры. С поборництва проходит уже у шостый раз. С претендентами на перемогу сострелась Аганна Корольчук. На кастинг организаторы запрошали полнолетних хлопцев ростом не менш за 180 сантиметров. Претенденты повинны быть привабны из внешности, харизматичными и упевненными у собе. По выниках кастинга у финал с 60 кандидатов трапили 15. Молодшему удельнику 18 годов, старейшему 29. Сярод финалистов – актер, инженер, менеджер, бармен, тренер по плаванию, фитнес-инструктор, урач-интерн и дитячий аниматор. Остатние конкурсанты – студенты. Мотивация для удела у кожных своя. Кто с тебя пришел, как позбавиться от комплексов, поднять самооценку, зарабить себе рекламу, идти, научиться новому. Уговорила девушка. Сам бы не пошел на самом деле. Уговорила девушка, сказала, нужно идти, ты достоин. Во-первых, здесь знакомишься с новыми людьми, это уже приятно. Во-вторых, новое какое-то времяпрепровождение. Не просто просиживаешь вечер дома, а приходишь, репетируешь. Даже дефиле тоже самое примитивное. Казалось бы, что что-то легко, но это интересно. У меня волевой характер. Это однозначно. Я как бы никогда не сдаюсь. Кожный с 15 стильных, спортивных и абаяльных конкурсантов будет зевлять журы сёня на финальном шоу. Для дачам представят пять выходов. Визитовку, домашнее задание, танцевальный номер и два дефиле. А кроме гонорового тытула, переможцы отрымают подарунок «Морский круиз по Европе». Старшню журы сёлята будет Павел Баканов. Финалист первого у «Гистории краины» конкурсу «Мистер Беларусь». Йон Тареджи працую врачом у Гомельской областной клиничной больницы. Тематика конкурса «Супермен». Мы хотим показать, каким должен быть «Супермен» в современном обществе, каким он должен быть, обладать качествами и что он себя представляет. У нас по 3-4 репетиции в неделю было, по 4 часа стабильно. Были, конечно, у нас разные ситуации, то есть с работой. Много в этом году работающих уже, меньше студентов, много работающих участников, поэтому были, конечно, проблемы с работой. Ничего, все справились. Репортаж с финального шоу конкурсу «Мистер Гомель-2017» глядите завтра у новинах. Ганна Корольчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гомельский областный музей военной славы представил новую выставу холодной зброи. Экспозиция под назвой «Для моцных духам» – это коллекция шпах, шаблей, кортиков, ножов и кинжалов зосяго света. Первая початковая холодная зброя створалась для полевания, потом, даже в 16-го ста годзе, и она была головным сродком ведения бою. Только волевый и мощный человек мог на это отважиться и смагаться твардо-твару с ворога. Сегодня холодная зброя – один из элементов традиционной формы и гоноровая узнагорода для войсковцев. На ведвольнике выставы у Гомеля мают макчимость познайомиться с узорами холодной зброи Российской империи и СССР, а так само с экспонатами из европейских краин – Америки и Пауднево-Усходной Азии. И опошнее поведомление 12-го красавика у первой половины дня не будут просовать радио и телебачение. Такая информация размешана на сайте республиканского унитарного предприемства «Белтелекам». В этот день будут проводиться профилактические работы на передачах. В связи с этим с 9 ранец до 3-1 дня спынется эфирная трансляция телевизийных и радиопрограмм. Гэта и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by Далее у эфиры «Спорты у нагляд» с новинами «Спорту» вас познайомить Максим Савин.